Итак, друзья, всем привет! Давно я не снимала видео. У меня появилась вот такая замечательная самочка коврового питона Харрисона. Барышня пока очень маленькая. Вылуп этого года вышла в августе, август 22 года. Пока еще пугливая, характерная. Вот мы с сыном решили назвать ее Алиса. Вот эту симпатяшку. И сейчас будет первое кормление, как она у меня. Это маленький мышонок. Не знаю, пока она у меня еще не ела. Вот сейчас с вами вместе будем смотреть. Неудобно немного кормить и снимать. Ай, молодец. Хорошо. Умница. Это, если что, разморозка. Чтоб никто мне не писал в комментариях по поводу живых кормовых объектов. Живыми не кормим. Кормим разморозкой. В следующий раз буду снимать первое кормление. Но это будет вообще, в принципе, ее первое кормление. Это тайваньский танкохвост и полос фризи. Тоже самка. Она вылупилась вот поздняя ноябрьская, получается, или начало декабря. У меня записано, сейчас не вспомню. У меня тут коты пособирались. Думают, что здесь что-то вкусное. И полос еще не ела вообще. Она еще даже не прошла первая линька с момента вылупления. Я вот жду сейчас, пока она полиняет. Буду ее кормить. Это мадам тут ест отлично вроде. Дай бог, чтобы все съела нормально. И нормально переварила. Она уже потихоньку начала менять окрас. Она была такого темного-темного коричневого окраса. А сейчас она начинает светлеть, перецветать. Так, отпустила. И чего-то отпустила. Не, не туда ухватила ты его. С жопы есть. Неудобно. Надо, конечно, чтобы она его в идеале отпустила и начала есть с головы. Еще задними ногами. Хотя суточные мыши очень мягкие. У них очень мягкие хрящи еще. И даже если она его съест так, то должно быть все нормально. У меня самец водяного ужа так ел одно время, когда кормили лягушками. Он нескольких лягушек съел. Он так же само начинал сзади есть и заканчивал головой. Он очень долго мучился. Я не уверена, что ему было очень удобно. Видите, с головой у нее что-то не получилось. Пробуют с другой стороны. Идите. 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 Ну, блин. Здесь собака еще сидит, вымывается. Такая очень маленькая, с виду хрупкая мадам. Ну, вроде ест с аппетитом и с очень дерзким характером. Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, слабонервным или очень впечатлительным видео лучше не смотреть. Лучше пролистните дальше и посмотрите что-нибудь другое. У нас малышня, вот пока она ест. Покажу вам. Так как она еще совсем мелкая, я еще планирую сюда в контейнер поставить веточку, так как ковры любят сидеть на ветках. Мы малышню содержим вот в таких контейнерах. Это контейнер у меня тут есть на 7 литров. В таком возрасте им этого объема с головой достаточно при таком размере. Чуть позже, конечно, по мере роста животного надо будет менять объемы. И в итоге желательно для корового питона закончить террариумом. Лучше не садить маленькую змею сразу в большой объем, потому что для змеи это очень большой стресс. И она может отказаться надолго от еды. Может ничего не есть. И чтобы этого избежать, лучше объем увеличивать постепенно. Я вот, например, она подрастет. Буду увеличивать потом контейнер на 9 литровый, потом на 12 литров или 12 с половиной или на 15 можно еще увеличить. И в дальнейшем уже впоследствии можно переселять в террариум. Но пока вроде хорошо справляется. Поехали. 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 Так дело осталось с замалом голова. Продолжение следует... Замечательно. Сейчас полностью протолкнет и закончим на этом. Ну все, вот мы и поели. Вот она проталкивает по пищеводу. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч.